Проводить время под солнцем приятное и даже полезное дело. Ведь именно так мы получаем такой важный для нашего организма витамин группы D. Однако есть и другая сторона медали. Солнечные лучи состоят из различных видов излучения, включая видимые светлое, инфракрасное и ультрафиолетовые лучи. Последние делятся на четыре типа А, Б, С и Ви. Все они могут проникать глубоко в кожу, вызывая преждевременное старение и рак, вызывать солнечные ожоги и повреждать клетки кожи и глаз. Лучи С и Ви, их задерживает озоновый слой. Озоновый слой поглощает значительную часть ультрафиолетового излучения Солнца, защищая при этом жизнь на поверхности Земли. Он также защищает от радиации. Но надо иметь в виду, что наш глаз, он тоже защищает воздействие от ультрафиолета. То есть лучи В, они поглощаются роговицей, а лучи А, ультрафиолетовые, они задерживаются хрусталиком. И только незначительная часть этих лучей доходит до сетчатки. Для защиты глаз от вредного ультрафиолетового излучения следует принимать определенные меры. Первое, что следует сделать, это, конечно же, приобрести качественные солнцезащитные очки с ультрафиолетовым защитным покрытием. Следует помнить, что солнечные лучи имеют свойство отражаться от поверхностей, песка, почвы, асфальта, воды и снега. Поэтому желательно выбирать очки, плотно прилегающие к лицу и имеющие широкие заушники. Также рекомендуются широкополые головные уборы, такие как шляпы или кепки с козырьком. Ограничить время пребывания на солнце в период пика ультрафиолетового излучения, обычно с 10 утра до 4 вечера. И, конечно, не смотреть на солнце непосредственно без защиты. Ультрафиолетовое излучение оказывает негативное влияние на глаза, что может повлиять на развитие таких заболеваний, как катаракта, макулодистрофия, фотокератит, может быть воспаление роговицы, также может быть солнечная ретинопатия, поражение сетчатки. Может быть, если длительно ультрафиолет оказывает воздействие на глаза, может быть развитие злокачественных новообразований кожи и может быть развитие этой регионы, нарастание конъюнктива на роговицу. При выборе очков обязательно обращайте внимание на их качество, наличие ультрафиолетовой защиты и надежность производителя. Этот принцип распространяется как на взрослые, так и на детские солнцезащитные очки. Их лучше покупать в специализированных, лицензированных оптиках. Так они могут гарантировать качество своего товара и предоставить все необходимые сертификаты о том, что их очки действительно имеют защиту от ультрафиолета и даже предоставить информацию о проценте защиты от этих лучей. Люди, которые уже носят корректирующие зрение очки, также могут приобрести солнцезащитные очки с нужными диоптриями. Есть очки солнцезащитные, но без ультрафиолетовой защиты. То есть они довольно-таки опасны для голоса. Потому что если мы носим эти очки солнцезащитные, без ультрафиолетовой защиты, то в темноте у нас расширяются зрачки. И получается, что излучение ультрафиолетовое, оно проникает больше через зрачок и неблагоприятно воздействует на хрусталик и сетчатку глаза. Поэтому рекомендуется все же приобретать очки с ультрафиолетовой защитой в специализированных клиниках. Патогенное воздействие ультрафиолетового излучения имеет накопительный характер, постепенно сказываясь на здоровье глаз. Развитие глазных заболеваний начинается, когда накопилась определенная доза. Кроме того, пребывая на солнце продолжительное время и не защищая глаза от его воздействия, можно получить ожог роговицы, который сопровождается неприятными симптомами. Покраснение глаз, ощущение инородного тела в глазу, слезотечение и светобоязнь. Иначе такое состояние называется снежной слепотой и длиться оно может в течение двух суток. В случае получения ожога рекомендуется обратиться к врачу для диагностики и назначения лечения. Воздействие ультрафиолетового может вызвать ожог, и человек может чувствовать этот ожог, как правило, от 3 часов до 12 часов может чувствовать ожог в виде покраснения глаза, слезотечения, чувства инородного тела, светобоязнь, болезненность глаз. Поэтому рекомендуется, во-первых, можно сделать компрессы прохладные, использовать обезболивающие препараты и противовоспалительные препараты. Как показывает статистика, чаще всего различными заболеваниями глаз страдают жители сельской местности, так как они гораздо больше времени проводят на открытом солнце. Однако риск существует и для горожан. В современном мире к макулодистрофии может привести не только воздействие ультрафиолета, но также излучение от компьютерных мониторов и телевизионных экранов. Все эти факторы влияют на наше зрение. Елизавета Газизянова, Карина Саяхова, Резида Каримова, Универ Новости.